Сейчас очень активно в онкологии развиваются вопросы иммунотерапии, особенно это активно происходит у взрослых пациентов. Что касается детей, то также вопрос этот очень актуальный, однако по объективным причинам развитие идёт более медленно, чем у взрослых пациентов. Что касается ингибиторов контрольных точек, к которым относится неволумап, то можно коротко сказать, что механизм действия этого препарата заключается в том, что иммунная система вновь начинает различать опухолевую ткань как патологическую после введения данных препаратов и самостоятельно начинает разрушать опухолевые клетки. И это очень актуально для лимфомы Хошкина, поскольку именно при этом заболевании опухолевая ткань активно использует контрольные точки PD-1 и PD-L1 для избегания контроля со стороны иммунной системы. Что касается взрослых, то по данным обощённых литературы лимфомы Хошкина экспрессируют PD-1 до 50% случаев, и PD-L1-легант практически у всех пациентов экспрессируется. При этом при использовании неволумапа общий ответ достигается почти у 70% пациентов и полный ответ у третьих пациентов. Однако всё-таки долгосрочная общая выживаемость без прогрессирования всё-таки остаётся субоптимальной и составляет примерно 30%. Что касается детской популяции, то на сегодняшний день опубликованы в литературе только данные о так называемых кейс-репортах, то есть о клинических случаях по эффективному использованию неволумапа у детей с лимфомой Хошкина. Поскольку в нашем центре мы очень активно используем неволумап для лечения взрослых пациентов с лимфомой Хошкина, мы видим его большую эффективность, то имеем достаточно большое количество пациентов детского возраста, страдающих резидцитивирующим рефракторным течением лимфомы Хошкина, то мы также стали использовать данный препарат у детей, и всего мы пролечили 21 пациента в возрасте детском и подростковом до 18 лет. При этом я хотел бы обратить внимание, что все эти пациенты были очень сильно предлечены, то есть мы использовали данную терапию как терапию, можно сказать, уже медианной линии терапии, пришествующих было 4, то есть все пациенты уже получили все стандартные методы лечения, и в данном случае мы использовали терапию как в надежде на получение эффекта уже после стандартной терапии. Мы использовали две схемы лечения, это либо 3 мг на кг стандартная терапия, либо 40 мг, у половины, например, пациентов использовалась монотерапия, неволумапом у половины комбинированной, комбинированной либо с цитостатиками, либо с другими иммунопрепаратами. Для того, чтобы оценивать ответы на иммунотерапию, в последнее время разрабатывают, совершенствуют методы оценки ответа на проводимую терапию, поскольку иммунотерапия, как стало понятно в последнее время, может приводить к так называемым феноменам псевдопрогрессии в том числе. И для оценки ответа на проводимую терапию мы использовали критерии Лугана, разработанные в 2014 году, при этом важную роль отводится ПЭТ-исследованию, ПЭТ-КТ. Полный ответ – это метаболическая ремиссия и уменьшение всех очагов менее 1,5 см. Частичный ответ – это уменьшение очагов поражения более чем на 50%, стабилизация и уменьшение очагов менее чем на 50%, прогрессирование – это появление новых очагов, либо их увеличение старых очагов. Мы пролечили 21 пациента и детского возраста наблюдали общий ответ у 17 из 21 пациента, это 81%, при этом полный ответ более чем у половины пациентов. В целом, конечно, мы были очень довольны нашими результатами, поскольку эта группа пациентов неблагоприятная. Ранее она либо получала химиотерапию с таким сомнительным эффектом, либо перенаправлялась уже на палиативную терапию. Если сравнить группы, где проводилась монотерапия неволумабом, либо комбинировалась неволумаб с цидостатиками, либо с другими иммунными препаратами, то, в принципе, принципиальной разницы мы также не отметили в ответе на терапию. Общая выживаемость график выглядит очень обнадёживающе. При медиане наблюдения примерно в 500 дней 95% практически все пациенты живы. Однако, если мы обратим внимание на выживаемость без прогрессирования, всё-таки при длительном наблюдении, несмотря на общее хорошее качество жизни у пациентов, большая часть пациентов всё-таки прогрессирует, и длительная выживаемость без прогрессирования составляет примерно 30%. Хотя это, конечно, всё равно впечатляющие результаты. При сравнении выживаемости без прогрессирования группы комбинированная, либо монотерапия, мы также не отмечали разницы в эффективности терапии. Также мы, у пациентов, у которых нам после терапии неволумабом, участие пациентов, 8 человек, мы проводили консолидацию с использованием трансплантации костного мозга, и в этой группе пациентов отмечалась тенденция к более лучшим результатам. Хотя эта тенденция статистически недостоверна, но, тем не менее, 75% пациентов продемонстрировали безрецидивную выживаемость, долгосрочную. Что касается, всегда стоит вопрос, когда используются дорогостоящие новые препараты, о количестве введений препаратов, о том, сколько нужно вводить, когда останавливаться в терапии, поскольку это вопрос денег, иногда больших денег, то вот нам удалось продемонстрировать, что принципиальных отличий в группах, где мы проводили больше 10 введений, либо меньше, мы не отмечали. Хотя бы даже у нас получилось, что в группе, где было меньше 10 введений, некоторая лучшая тенденция к выживаемости, но это может быть связано с тем, что в этой группе пациентов мы просто раньше шли на трансплантацию костного мозга. И также мы не отмечали разницы в эффективности в зависимости от используемой схемы терапии, когда мы использовали 3 мг на килограмм дозу, либо 40 мг, независимо от веса. Это тоже для нас важный слайд, поскольку это тоже вопрос о возможном экономии средств без ущерба для пациента. Ну, всегда возникает вопрос, когда проводится терапия новыми препаратами, особенно у детей, о осложнениях. Это такой краеугольный камень, который иногда мешает, даже часто мешает, развить внедрению новых препаратов в детскую практику. Всего мы из 21 человека, у трёх мы отмечали осложнения. Это были аутоиммунный тироидит, тромбоцитопения, трёхвостковая цитопения. И все осложнения нам удалось успешно пролечить с использованием глюкокуртикостероидов. И за ними не последовала отмена препарата у этих пациентов. Данные нашей предварительной работы позволили сделать нам ряд выводов, а именно то, что неволумап – это эффективный и довольно безопасный способ достижения длительной ремиссии у детей с ацидивирующим рефрактором течения лимфомы Ходжкина, что всё-таки, наверное, у детей необходимо проведение трансплантации гемеопатических стволовых клеток после терапии неволумапом в случае достижения ремиссии, поскольку выживаемость без прогрессирования всё-таки остаётся особо оптимальной. И всё-таки мы надеемся у детей добиваться излечения, а не просто качественного продления жизни. И также у большинства пациентов после терапии неволумапом даже в случае последующего прогрессирования отмечается более мягкое индолентное течение лимфомы Ходжкина и длительное высокое качество жизни. Я, наверное, не так подробно об этом говорил в своём докладе, но по графикам выживаемости видно, что безрестативная выживаемость постепенно спускалась, и вот всё это длительное время, от года до двух, пациенты, и даже во время прогрессирования, пациенты чувствуют себя в целом очень качественно. Это тоже такое необычное явление на фоне терапии неволумапом. Хотел бы поблагодарить сотрудников Института детской гематологии, онкологии и трансплантологии с Максимом Горбачёвой. И спасибо вам большое за внимание. Спасибо. Продолжение следует...